Слышали ли вы когда-нибудь о японском ритуале мисоги? В некотором смысле это ритуальное очищение, которое включает в себя омовение в очень холодной воде. В последние несколько лет мы стали свидетелями того, как люди популяризировали ритуал мисоги. Идея заключается в том, что вы бросаете себе настолько сложный вызов, что у вас есть только 50% шанс его выполнить. Если вам это удастся, то в следующем году вы вспомните об этом и скажете, «Вау, это было потрясающе!» Даже потерпев неудачу, факт, что вы старались, покажет, на что вы способны. В фитнесе я видел массу примеров 12-часовых тренировок с 6 часов вечера до 6 часов утра. По сути, это длительные тренировки с небольшими перерывами, чтобы вы поняли, на что способно ваше тело. Известный пример – комплекс упражнений Мёрф. Нужно пробежать полтора километра, выполнить 100 подтягиваний, 200 отжиманий, 300 приседаний, а затем пробежать еще полтора километра и все это в жилете весом 9 килограммов. И вызов самому себе не обязательно должен быть физическим. Вы можете поститься и не есть в течение дня или двух. При всем при этом, господа, в чем смысл? Зачем бросать себе вызов? Зачем мучить себя? Зачем доводить себя до предела возможностей? Ответ, господа, перспектива. Реальность такова, что когда мы живем обычной жизнью, мы теряем перспективу. Поэтому всякий раз, когда вы бросаете себе вызов, раз в год вы подвергаете себя чему-то, что заставляет вас вспомнить, каково это. Пройти через боль, пройти через что-то неприятное. Пройдите через что-то, что покажет вам, на что вы способны. Если ритуал мисоги кажется вам слишком сложным, у вас нет целого дня, чтобы посвятить себя этому. Как насчет того, чтобы начать утро с тренировки? Это мой сын. Вот что он делает по утрам последние пару недель. Я очень горжусь тем, что он залез туда и принял ледяную ванну. Заметьте, он просто использует пластиковый контейнер. К счастью, на улице достаточно холодно. Он вышел на улицу в 0 градусов и забрался прямо в ванну со льдом. Лично мне это не подходит, но я встаю в 5.30 и созваниваюсь с персональным тренером по видеосвязи. Это не так уж сложно и весьма доступно, и она заставляет меня в течение часа, с 6 до 7 утра каждый день, делать упражнения бёрпи. Оно включает все физические упражнения, которые я, признаться, ненавижу, но после них я чувствую себя потрясающе. Я считаю, что фитнес один из самых простых и лучших примеров, потому что нам всем необходимо заботиться о своём теле. Большинство из нас не очень хорошо справляются с этой задачей, но, оглянитесь по сторонам, и вы легко найдёте человека, который будет вам в этом помогать. Это легко, это человек, с которым вы будете видеться в спортзале, кто уже ходит туда и просто платит за абонемент, кто будет следить и помогать, пока вы занимаетесь. Оглянитесь вокруг, наверняка есть кто-то, кто готов уделить вам немного своего времени. А с этого всё и начинается, джентльмены. Стоит только начать один раз, а потом это превращается в два, потом в четыре, восемь. И вы продолжаете эту полосу, и затем вы вдруг понимаете, что у вас выработалась привычка, как нужно начинать день. Следующий совет, признаться, наверное, самый трудный в этом списке, потому что со временем всё меняется. Большинство мужчин предпочитает болтать по телефону, заниматься делами, а не думать об этом. И вот кем вы на самом деле хотите быть? Думали ли вы о том, чего вы хотите добиться в жизни? Записали ли вы это? Поскольку часто мы сталкиваемся с выбором, мы заканчиваем тем, что делаем то, что не имеет никакого отношения к делу, что не служит нашей конечной цели нашей жизни. Поэтому нужно иметь смелость идти своим путём. Я знаю, что люди используют этот термин для обозначения движения. МИСП. Мужчины, идущие своим путём. Убрать из своей жизни то, что вам не нужно. Я приведу в пример алкоголь. Я любил вечеринки. Да, в 20-25 лет я был настоящим тусовщиком. А потом, в какой-то момент, когда я служил в морской пехоте и руководил морскими пехотинцами, будучи молодым офицером, я понял, знаете что? То, что я хожу на вечеринки и напиваюсь на самом деле, не принесло мне ничего. Это стоило мне больших денег. Вдруг я понял, что это подвергает мою жизнь риску, я не получаю от этого никакой пользы. Утром я чувствую себя неважно, у меня похмелье. И я понял, что это потому, что все вокруг меня занимались тем же. И я просто решил вычеркнуть всё это из своей жизни. И это очень тяжело, потому что я женат на украинке. У любого, кто знаком со славянской культурой, есть друзья, белорусы, русские, болгары. Все знают, что они любят выпить по поводу и без. И было очень трудно сказать «нет». Но чем больше я говорил это, тем легче становилось. И я действительно понял, что это не имеет ничего общего с моей целью. Я имею в виду, что есть причина, по которой я не курю. Я не против того, чтобы кто-то курил травку или что-то в этом роде. Но это не соответствует моим целям. Я знаком с людьми, которые, когда наслаждаются чем-то, то хотят, чтобы и вы присоединились и попробовали. Но если это вам не подходит, вы должны иметь мужество идти своим путём. Например, все едят торты или конфеты, а вы исключили сахар из своей жизни. Что бы это ни было, джентльмены, у вас должно быть мужество, чтобы не сдавать позиции, чтобы говорить себе «Эй, это то, что я хочу, это мои цели». Подумайте, что вам нужно вычеркнуть из своей жизни и то, что вы не хотите делать. Итак, как понять, что вы хотите? Ну, господа, может быть, вам потребуется карта желаний. Если для вас это немного странно и сложно, тогда просто поставьте перед собой задачи и жизненные цели. Где вы видите себя через 20 лет? Как выглядит этот человек? Где он живёт? Чем больше деталей, тем лучше. Может быть, вы просто хотите спроектировать дом своей мечты, но чем больше деталей вы сможете вписать в эту картину, ну, знаете что, мне нужно знать, в каком месте я собираюсь его строить. Просто записывайте всё, что хотите, но чем больше деталей вы сможете записать, тем больше вероятность того, что вы достигнете этой цели и будете идти к ней. Следующий совет – это ведение дневника. Итак, это дневник 20-летней давности, в котором я делал записи. И мне нравится, что я могу открыть его и вернуться назад, увидеть свои мысли, свои цели, то, что было для меня важно, что крутилось в моей голове, сколько у меня было работы. Но на другой стороне я записывал свои планы. У меня очень много этих дневников, которые я могу открыть и прочитать. И по сей день я всё ещё просматриваю их, у меня повсюду лежат дневники. Я не последователен в них, но я постоянно в них пишу. Я просто могу взять их и прочитать. И не обязательно брать дневник, в котором всё детально расписано. Например, как в этом, он хорош, но вы можете просто завести блокнот и записывать свои мысли. Проанализируйте, что важно сегодня, что вы собираетесь делать завтра, что в центре внимания на этой неделе и до конца месяца. Но на самом деле, записывая эту информацию, вы вытаскиваете её из головы. Но на самом деле, записывая эту информацию, вы вытаскиваете её из своей головы. И это то, что люди делали на протяжении тысяч лет. Одна из величайших книг, когда-либо написанных, к самому себе, Марка Аврелия, была его личным дневником. Он никогда не хотел, чтобы эта книга стала достоянием общественности. Слава Богу, дневник был сохранён. Но это были его собственные мысли. По сути, он изгонял демонов из своей головы. Он принимал эти сомнения в себе. Он писал о вещах, с которыми боролся. О проблемах, с которыми сталкивался, даже будучи самым могущественным человеком в мире. Если это помогло ему, может помочь и вам. Я знаю, что лично для меня сам факт введения дневника, даже если я пишу то же самое, что я написал накануне, успокаивает меня. Я чувствую, что у меня есть строгий распорядок дня, это успокаивает меня. И просто делает весь день гораздо более приятным. В сегодняшнем видео, господа, я немного углубляюсь, говорю немного о философии, о некоторых глубоких темах. Вам это нравится? Сделайте одолжение и нажмите кнопку «Мне нравится», потому что, когда вы это делаете, вы даёте платформе YouTube знать, что это видео стоит посмотреть. Благодаря этому больше парней видят это видео и что-то узнают для себя. Следующий совет – начать отслеживать свой сон. Сделайте это своего рода игрой. Лично для меня это подходящий способ. Я использую «Умное кольцо». Есть масса других вариантов, которые отслеживают сон. Вы можете использовать для этого «Умные часы». Существует масса трекеров сна. Некоторые из них можно положить прямо подкрывать. Найдите то, что подойдёт именно вам. Не поленитесь и приобретите это устройство. А если вы ещё любите видеоигры, вы будете очень довольны. Я знаю, что многие из вас любят играть. Если вы увлекаетесь видеоиграми, вам подойдёт этот вариант, вы смотрите и отслеживаете свой сон. Каждый день вы задаётесь вопросом, могу ли я повысить эффективность сна. Мне кажется, что я сплю по 8 часов, но на самом деле я сплю только 6. Поэтому, когда вы замечаете что-то неладное, нужно выяснить, что послужило причиной плохого сна, и отследить её. Хочу сказать, что я заметил, что если я ем поздно вечером, что для многих нормально, но я не думал, что это как-то влияет на меня. Но если я ем пищу после 20 часов вечера, и если я ложусь спать в 21 или в 21.30, я не смогу нормально заснуть. Мне нужно как минимум 2-3 часа, чтобы переварить пищу. Поэтому я взял за правило не есть после 19 вечера. Если я голоден, мне нужно что-то перекусить. Например, я могу выпить немного воды или что-то ещё. И подобное фиксирование помогло мне улучшить мой сон за последние пару лет. И, кстати, я говорю о сне, потому что я думаю, мы все согласны с тем, что сон очень важен не только для внешнего вида, но и для того, чтобы тело могло восстановиться, чтобы вы могли ясно мыслить на следующий день. Я, например, пошёл в магазин и купил хороший матрас. Я пытался подобрать ночные шторы. Можно подобрать комфортную температуру в комнате. Найдите способ оптимизировать свой сон, и все ваши часы бодрствования станут намного более эффективными и продуктивными. Следующий совет – перестаньте вести себя так, будто вы собираетесь жить вечно. Это очень важно. Если вы больше ничего не усвоите из этого видео, то запишите этот совет. Подумайте об этом. Если бы вы знали, что умрёте через шесть месяцев, от чего бы вы отказались? Что бы вы перестали делать? Это важный вопрос, который большинство людей себе не задают. Вы можете прочитать историю о людях, которым внезапно ставят диагноз «рак в финальной стадии». Это случилось с моим другом Джеем. Ему оставалось девять месяцев, и он поступил примерно так. Разобраться с делами, провести время с семьёй. Он ещё немного работал, потому что любил своё дело, но на самом деле он просто отбросил всё лишнее. И это то, что вам нужно сделать. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее вы повзрослеете, тем быстрее люди поймут. Эй, этот парень ставит важные вещи на первое место. Он не занимается ерундой. Ты по-прежнему хочешь иметь смысл в своей жизни, и ты находишь его, возможно, на работе, в церкви. В общении с друзьями, в помощи окружающим, без разницы, что бы это ни было. Но вы должны уметь замечать, если вы тратите время на ерунду, и уметь говорить «нет», и быть по-прежнему вежливым с людьми, но сказать «Знаете, у меня нет времени на это, потому что это отвлекает от моего дела». И говоря о моём друге Джее, я только что вспомнил об этом, так что я расскажу вам. У него была цель в жизни, потому что он прожил не 9 месяцев, а 11. Потому что через месяц после того, как он прошёл через все эти процедуры, случилось нечто удивительное. Он думал, что практически бесплоден, но его жена внезапно забеременела третьим ребёнком. В итоге это был его третий сын, и он такой «Погодите, я должен дожить до рождения моего сына». К сожалению, в последние пару месяцев жизни он плохо себя чувствовал. Он не должен был прожить столько, сколько прожил, но он смог присутствовать во время рождения своего сына. А затем, через неделю после рождения сына, он скончался. И что интересно, в истории уже был похожий случай. Кажется, Томас Джефферсон и Джон Адамс умерли в один и тот же день, и в этот же день была 50-я годовщина подписания Декларации независимости США. Каковы были шансы, что это произойдёт? И для других, и для меня. Это тот случай, и случай моего друга может быть совпадением, но, скорее всего, что они знали, чего они хотели. Я имею в виду, что эти господа были отцами-основателями. Они написали документы, на которых до сих пор держится эта страна. И поэтому я могу понять, как эти парни хотели дожить до этого важного юбилея, 50-летия этой молодой страны. И они хотели сказать «Я доживу до этого момента». И когда этот момент прошёл, они смогли выдохнуть и отправиться на покой. Я хочу сказать, джентльмены, что когда вы знаете, для чего вы живёте, вы знаете, что является вашей целью, поверьте мне, внезапно вы идёте вперёд с большей уверенностью, с гордостью. И вы знаете, что вы хотите, и люди замечают это. Следующий совет – это понять, что общение и взаимодействие с людьми, даже если вы интроверт, – это игра. Нужно просто подходить к людям, разговаривать с ними, слушать их, уметь вести беседу. Люди это очень ценят, когда кто-то может подойти и начать разговор, не боится представиться, начать беседу. Один из приёмов, которым я всегда пользуюсь, – это вести себя так, будто я кому-то нравлюсь ещё. До того, как я действительно познакомился с человеком, я просто немного развлекаюсь с ним, я общаюсь с ним. Я отношусь к ним, как к давним друзьям. И язык моего тела не лжёт, я действительно хочу общаться с этим человеком. Я всегда стараюсь найти что-то интересное в любом человеке. Меня окружают фермеры-игроки Green Bay Packers. И знаете, все вокруг хотят поговорить об охоте, это же Висконсин. И знаете что, я не фанат Packers. Мне нравится стрелять, я не увлекаюсь фермерством. Но я всегда нахожу, о чем поговорить, потому что я научился задавать определённые вопросы. Я даю людям выговориться. Я хочу узнать больше об их тракторе. Я хочу узнать больше о том, как прошла охота в этом сезоне. Потому что я проявляю искренний интерес. Иногда беседа затягивается, но мне всё равно нравится участвовать в разговоре. Я смотрю на это как на игру. Мне просто нравится знакомиться и разговаривать с людьми. И вы обнаружите, что у вас так много общего. Как отец, я люблю говорить о детях с другими родителями. Они всегда рады, когда могут поговорить о своих детях. Но, может быть, вы увлекаетесь историей, может быть, вы увлекаетесь церковью. Может быть, вы хотите, только и думаете, что о том, как запустить некоммерческую организацию с нуля. Поговорите с людьми о пожертвованиях, которые они делают. Поговорите с людьми о том, что они думают по этому поводу. Обо всём этом вы просто найдёте что-то общее. И когда вам удаётся найти точки соприкосновения, внезапно разговор станет похож на игру в теннис. Вы как будто ходите туда-сюда. Один человек говорит, другой слушает. И, возможно, часто вы слушаете больше, чем говорите, но в этом нет ничего плохого. Задавайте хорошие вопросы, и тогда вы будете нравиться людям ещё больше, потому что вы хороший слушатель, а такие встречаются довольно редко. Итак, раз уж мы заговорили о том, как преобразиться, улучшить свой имидж и стиль. Заметьте, я ничего не говорил о стиле, о костюмах, об одежде. Потому что я понимаю, что большинство из вас одеваются в повседневную одежду. Как же вам улучшить свой повседневный образ и выглядеть хорошо? Я рассказываю об этом вот здесь. Обязательно посмотрите. Давайте, нажимайте. Субтитры сделал DimaTorzok